Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Станислав, фамилия моя Симонов. 20 августа 2023 года в Москве случилась большая трагедия. Погибло 8 человек. Суть истории сейчас уже знают все. Диггер повел группу экскурсантов в коллектор подземной реки Неглинки. Дальше поднятие уровня воды в подземном коллекторе и гибнет 8 человек, в том числе двое несовершеннолетних детей. Можно было избежать этого, что это такое, как с этим бороться. И вообще хотелось бы как-то, чтобы профессионал прокомментировал это дело. Обращаемся за ответом на эти вопросы к самому известному московскому диггеру Даниилу Давыдову. Что вообще такое Неглинка? Это самая обыкновенная речка, которая когда-то текла по поверхности города. Но так получилось, что со временем она стала мешать и в начале 19 века ее решили убрать под землю. Коллектор это технический тоннель, в который убрана речка, природный водоток. Туда поступает дождевой исток или может быть канализационный коллектор, это бытовые источные воды, трубный, кабельный коллектор. И вот произошла трагедия. Группа экскурсантов вместе с экскурсоводом погибла. В Москве 20 августа уже в 15.15 начался сильный дождь. Экскурсия отправилась туда именно во время ливня. Если спуститься под землю и на поверхности начнется ливень, то вода через решетки ливнеприемники начнет очень быстро поступать внутрь. Соответственно, увеличится скорость потока, поднимется уровень. Когда вода поднимается чуть выше колена, человека может сбить с ног. И в мощном потоке воды подняться уже не получится. То есть, ну, эффект горной речки. Буквально через полчаса после начала ливня мне пишет мой коллега, знакомый, экскурсовод и организатор таких подземных экскурсий Никита Дубас. Он находился в Белоруссии. Он позвонил мне и сказал, Даня, выручай. Мой экскурсовод Костя не выходит на связь. Он сейчас должен быть в Неглинке. Естественно, на размышления времени не было. Я должен был проверить те люки, которые могли везти в безопасные места, где теоретически укрылась группа. Когда я приехал на Трубную площадь, меня там уже дожидался мой коллега Диггер Максим. Мы открываем колодцы, но там идет огромный поток воды. Спуститься под землю невозможно, унесет мгновенно. Но, тем не менее, в районе Цветного бульвара параллельно действующему руслу сохранился старинный коллектор. Через этот коллектор мы прошли до действующей системы. Никого не обнаружили в этом коллекторе, который не был затоплен, потому что туда уже давно не отводится дождевая вода. И когда мы добрались до действующих участков коллекторов, уровень воды был уже по поясу. То есть не на 4 метра вверх, а, ну, наверное, на метр. Это позволяло нам пройти в сторону центра и осмотреть еще одно помещение, где теоретически могла укрыться группа. К сожалению, все места, где можно было спастись, оказались пусты. Мы поняли, что произошла серьезная трагедия. Однако, когда мы уже оказались на набережной Москвы-реки, мы выбрались из системы и дошли туда по поверхности. Мы уже встретили сотрудников полиции. Был выловлен в Москве-реке первый труп. Я попросил осмотреть труп. Нам важно было понять, что с обувью, что с ногами. То есть, если есть бахилы ОЗК или резиновые сапоги, значит, это, конечно, жертва злосчастной экскурсии. На девушке были солдатские бахилы ОЗК, которую диггеры часто используют вместо сапог. Экскурсовод Константин Филиппов погиб. Никиту Дубас сразу же начал сотрудничать со следственными органами. Сейчас он находится в СИЗО. Идет следствие. То, что произошло, это цепь событий, неприятных, глупых событий, которые наложились, ну, в некотором смысле, на халатность. Организатор экскурсии был в другой стране. Он не смог вовремя проконтролировать погодные условия. Костя Филиппов, экскурсовод, не был диггером. Он был альпинистом, туристом. Но на подземных экскурсиях он просто зарабатывал. Он не интересовался подземельями, в принципе. Я считаю, что он не посмотрел прогноз погоды, не рассчитал, куда выводить группу. Потому что в зависимости от того, где находишься в системе неглинки, понимаешь, где можно вылезти и вывезти людей, которые оказались с тебя на экскурсии. Ему не хватило опыта. Да, много халатности, и перед дождем пошли, и Костя не был достаточно хорошо подготовлен. Но, тем не менее, все-таки я приписываю это несчастному случаю. И можно сравнить это, наверное, с тем, что группа туристов поехала в Сочи или там в какой-то другой город Краснодарского края, попали в ливень и вот стали жертвами разлившейся реки. Произошло все то же самое. Сама по себе неглинка это безобидная, безопасная речка. И поверьте, я провожу экскурсии там 19 лет. Спуск в неглинку в сухую погоду или в устойчивый минус не опаснее экскурсии по территории ВДНХ или парка Горького. Но случилось то, что случилось. Конечно, интересующиеся люди были, есть и будут. И если сейчас введут запреты на спуск под землю, а неглинку уже полностью заварили, если сейчас введут уголовную ответственность, как предлагал один из депутатов Государственной Думы, то вот такие экскурсии просто перейдут из серой зоны в черную зону. О том, чтобы я проводил экскурсии в том же формате, речи быть не может. Я предлагаю городу, правительству Москвы всерьез задуматься о создании подземного музея неглинка, тем более, что для этого есть прекрасный коллектор. Во многих европейских городах есть подобные музеи. В Париже, Антверпене, Вене, Праге они пользуются большой популярностью. Я очень надеюсь, что правительство Москвы вместе со мной проработает этот вопрос создания официальной туристической безопасной тропы и подземного музея в одном из коллекторов речки Неглинка. И еще я хочу обратить внимание зрителей на то, что Неглинка – это одна коллекторная система из 160 речек, убранных в Москве под землю. Да, Неглинку заварили, сейчас туда попасть невозможно, но тем не менее, в других коллекторных системах происходит все то же самое, ровным счетом. И если туда спустятся люди неподготовленные, их может ожидать такая же трагедия. В оправдании организатора экскурсии Никиты Дубуса, я хочу сказать, что он занимался этими экскурсиями более 10 лет. Да, и вот произошла трагедия. Но это исключение, это не правило, и далеко не все подземные экскурсии заканчиваются трагедиями. Этот случай был беспрецедентный в истории диггерства. Это роковая случайность. И наша задача вместе с правительством Москвы и правительством России всерьез задуматься о подготовке таких маршрутов, сделать их уникальными, безопасными и интересными для всех граждан России и гостей, которые к нам приезжают. Итак, мы выслушали комментарии Даниила Давыдова, самый известный диггер в Москве, а может быть уже и в России. Что хочется отметить. Две недели назад на круглом столе заседания общественной палаты я уже поднимал этот вопрос вместе с группой наших товарищей. Из момента истины мы говорили о том, что экскурсионная деятельность в смысле безопасности она совершенно находится в плачевном состоянии. Я намекал на то, что подобная ситуация может произойти. И вот всего-навсего две недели эта трагедия случилась. Можно было бы ее избежать. Вы слышали то, что говорил Даниил. Да, наверное, можно. Можно ли это взять под контроль? Да, наверное, можно. И самое главное, что сейчас мы как общественники обратились к целому ряду организаций, в том числе общественной палате, в том числе к организации «Безопасная столица», в том числе к хранителям России с предложением, собственно говоря, заняться вопросом, а мы уже начали этим заниматься, заняться вопросом решения этой проблемы. То есть мы проведем несколько рейдов, мы попытаемся понять, в каком состоянии это все находится. Не забываем, что, помимо всего прочего, есть экстремальные экскурсии, есть руферы, так называемые, помимо диггеров. Мы попытаемся понять, как можно взять под контроль... Нет, конечно, культуру убивать нельзя. Конечно, это все нужно оставить. Просто в нормальном состоянии это должно все пребывать. То есть мы должны связаться с этими людьми, посмотреть, как это все работает, отследить маршруты и самое главное понять, вообще есть ли люди, которые занимаются проблемами безопасности на экскурсионных маршрутах, в том числе сложных, в городе Москва и не только в городе Москва. Начнем с Москвы. Итак, мы обращаемся к хранителям России, мы обращаемся к безопасной столице, Мы обращаемся к общественной палате с просьбой поддержать нашу инициативу, проверить, посмотреть, как это все дело работает.